С началом дождей начали протекать кровли бердских домов. Некоторые управляющие компании вынуждены искать дополнительные средства, чтобы выполнить ремонт. Об этом шла речь на штабе по подготовке к зиме в городской администрации. Какие еще проблемы оказались в центре внимания на коммунальной планерке, расскажем далее. Прошедшие на выходных ливни оставили свой след. Представители управляющих компаний на штабе по подготовке к зиме отметили, что в разных районах города появились проблемы с кровлями многоквартирных домов. По кровлям вопрос, что какая-то оба дома? Кровля без них. В частности, в доме номер 55 по улице Островского после ливней вода стала поступать в шахту лифта, и оборудование пришлось отключить. Чтобы выполнить ремонт кровли, нужны деньги, заметил руководитель обслуживающей организации Николай Яковченко. Мы сейчас вывесили объявление о срочном проведении собрания на предмет принятия решения об источнике ремонта крыши. Вчера были вынуждены остановить лифт на втором подъезде, по причине того, что протекает полностью крыша над машинным отделением. По словам Александра Коркина, главного инженера другой компании СКС, жителям соседнего дома Островского 53-1, также было предложено поискать источники финансирования на ремонт кровли и отмостки. Однако, собственники пока своего согласия на это не дают. Кроме протекающих кровель, участники штаба обратили внимание на содержание городских территорий. Директор компании «Жилкомсервис» Андрей Гусев поднял вопрос о сносе аварийных деревьев на территории, находящихся на балансе у муниципалитета. Напомнили о недоделках и комбинату бытовых услуг. По мнению представителей управляющих организаций, КБУ не заботится о восстановлении дворовых территорий после выполнения работ. Вокзаль на 12. В свое время были раскопки со стороны мубки БУ. Снаружи, значит, сломан отмостка. До настоящего времени мубка БУ ничего не сделала. Прошу занести протокол, обратить срочное внимание, пока теплый период, летний. Это вопрос решили. Дальше, на «Каралмарс-3» также был ремонт мубка БУ. Значит, прошу в основной гидроизоляцию. Свою порцию критики получили и управляющие компании. Управление энергетики и ЖКХ доложило о результатах объезда в Бердских дворов. По данным управления, ряд дворов содержится с серьезными замечаниями. Кроме этого, срочной замене подлежат 8 бункеров для сбора твердых бытовых отходов. Продолжение следует...